итак на новый год наша автобаза решила сделать сама себе подарок и это закупить новые служебные автомобили для работы в такси служебные автобусы и грузовички для начала мы решили ну чтобы сразу резко все деньги не потратить на весь транспорт прикупить сначала авто для работы в такси потом уже автобусики грузовички и все такое так мы уже закупили несколько себе новых машин наконец-то смогли себе это позволить они находятся в этих вот гаражах эти гаражи еще сзади есть гаражи да еще там вот да немало у нас гаражей ok я буду выгонять вам по одной машинке показывать какие у нас есть машинки и также мы будем выезжать даже на маршрут нам наша автобаза сказала чтобы мы все абсолютно все водители нашей автобазы протестили эти автомобили и расспросили пассажиров которые будут ехать в данных авто от пункта пункт b по своим важным делам так первый гараж я его открываю пока и выгоню машинку потому что там темно и на улице темно и сегодня пасмурно зато хотя бы выпал снег еще три дня назад ладно не тянем время и так извиняюсь что так долго просто замки примерзли еле-еле открыл двери и так наша первая машинка это очень распространенная машина в такси это газ 24 или же волга самая лучшая машина которую мы закупили самая дорогая обошлась она нам в 300 тысяч рублей заводим так нанимаем клиентов и помаленьку жмем газу помаленьку помаленьку едем хотя неплохо было бы для начала разогреть а и да ладно по пути разогреется это же волга моторчик здесь мощный все равно за ним нужно ухаживать пятиступенчатая коробка передач 7 у нас на автобазе все машинки с и пятиступенчатыми коробками передач поворотик чуть ли не проморгал с второй передач отлично трогается почти как с первой ну с первой где-то на миллисекунд пару быстрее ну так на всех машинах это повторю самая дорогая из всех которые мы закупали для работы в такси хотя почему я трогаю с первой я же сказал ставь со второй можно отлично вот наш первый клиентик наверное будет шокирован здравствуйте господа у вас пару сумочек давайте вам открою багажник так давайте лежите вещи я закрываю короче багажник поехали ну как вам наша машинка удобная это новая машина которую мы закупили для работы такси как вам говорит неплохо смысле неплохо такая же элитная машина я вот правда не знаю купила ли база автобаза в лаптарах это кстати наши конкуренты такие же машинки интересно купили и о них они у них давно или нет куда вам сэр в пертуры понятно будет сделано довольно элитная машинка не какой-то же улья есть даже такая пословица черная волга для пацана на честь а низкий таз и у дебила есть вот эту вот так бы сказать пацанскую цитату мне прислал мой подписчик и друг почти тазовод в инстаграме классная цитата немножко на встречку выезжаю ну реально такая погодка плохая ну а ну 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 Э, нет. Лучше здесь на второй передаче ехать, потому что скользко довольно. Легковатый маршрут все-таки. Лучше бы он захотел из серпа ехать в красный бор. Чтобы я быстро смог приступить к другой машинке, больше не брать заказы на этой Волге. Потом отдать эту Волгу другому паханчику-братанчику с моей работы, моему коллеге. И опять я еду по встречке, блин, бесит. Нет, я не буду лучше ехать на четвертой передаче. Блин, заклинил. Давай, переключайся. Наверное, из-за мороза, может быть, а. Я еще плюс свою машинку, а то не разогревал. Ну, не свою, а как, ну, машину автобазы. Ну, блин, еще долго ехать, а. Вот мы почти и на месте. Эх, у меня уже такая старая карта. Немножко помятая. От того, что я его в кармане держал все время. Этих сугробов я ничего не вижу. Да здесь вообще можно отпилить первую передачу. Зачем она вообще нужна? Я думаю, моторчик давным-давно разогрелся. Ладненько, больше пассажиров брать не буду. Так, ладненько, я сейчас поеду в гараж, и там уже включу запись, когда возьму другую машинку. И вот у нас с вами еще одна машинка, меньше класса, но тоже заслуживает внимания. Это ВАЗ-21-14, или же пятнашка. Или же, ну, четырнадцатая. Не четырнадцатая. Нет такого слова, кажется, четырнашка. Ну, так не говорят. Говорят только пятнашка про машину ВАЗ-21-5. ВАЗ-21-15. А это у нас ВАЗ-21-14. Стоп. Я запутался. Или это, кажется, ВАЗ-21-08, или... Нет, это не ВАЗ-21-14. Нет, у ВАЗ-21-14 фары другие совсем. Более грозные. Злые, более сердитое и солидные. Это, кажется, ВАЗ-21-08. Да, ВАЗ-21-08. Извиняюсь. Сам себе подправил. Ну, если что-то ошибаюсь, можете подправлять в комментариях. Я, конечно же, очень рад. Лайкаю такие сообщения. А я не все лайкаю, кстати, комментарии. Так, садимся. Машинка разогрелась. Давайте еще раз. Для всякого случая. Мороз, кстати, 10 градусов. Вчера был 5 градусов. Пазовчера 3, а остальные дни были нулевая температура и плюсовая. Было даже плюсы 15, представляете? Такая-то погодка. Так, все. Думаю, это разогрелась, малышка моя. Обзорность, кстати... Вот из этих подголовников немножко мешает обзорность, но ничего. Вот поэтому раньше, наверное, не ставили подголовники. Да уж, мою копеечку старенькую и мой основной автомобильчик ничто не заменит. У меня тут подголовников. За что я ее люблю? Ну, не только из-за этого. Это же первый Жигуль-легенда. Тоже очень удобненькая машинка. Шустрая, шустрая. Вот мне интересно, почему у нас заказы берут только с автовокзала? Даже не с ЖД вокзала, не с какого-то подъезда. А именно с автовокзала. Автовокзал. Едем мы на автомобиле. Ой. Вот это я сейчас тупо сделаю. Вы представляете, меня могли сбить. Я не заметил перехресток. Машин сзади нету, слава богу. Давайте развернемся аккуратненько. Ля. Просто повезло. Заговорился просто как бы и метель. Дорог почти не видно. Ведь еще хотя бы тротуар видно. А когда выезжаешь на трассу, то ничего не видно. Почти ничего. Так, Сир, давайте вам открою багажничек. Давайте, кладите там туда свои вещи, все такое. Так, давайте закрываем. Сели, да? Да, сели. Как вы, машинка? Комфортная? Говорит, да, очень. Отлично. Со второй передачи тоже трогаемся. Ура! Нашему господину не нужно в пертуры. А именно в красный борт. Это довольно близко. Отлично. Ой-ой-ой, немножко зацепил заборчик. Ничего, здесь мощная подвеска. Это же ВАЗ-2108. Здесь это точно ВАЗ-2108. А то прошлая машинка, это точно была ГАЗ-24. Или же просто 24-я Волга. Или Волжанка, и все такое. Посмотрите только, как здесь деревья полосели. Стремноватый вид. Но прикольно, зима все-таки. Настоящая зима. Вот что значит настоящий мороз. Красиво здесь у нас в Серпове. Ну, в районе Серпово. Стоп, мы уже его давным-давно покинули, да? Слушайте, да даже с третьей передачи можно трогаться. Аккуратненько проезжаем лежачей... Ээээ, вот тут и... Эээ... Железную дорогу. Хотя здесь нечего жалеть. Это же здесь на... Это мои машинки, которые еще едут. Восьмерочки. Мощная. мощная подвеска да 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 немножко зубы цикотят ну как бы трясутся же потому что реально немножко холодно здесь в печке это в принципе запрещено нам пока что включать это мы тестим только машинку здесь не должна быть нагрузка на аккумулятор я ланинка не буду приключать передачу меньше третий зубки цикотят коленки трясутся как холодно давайте вам открою багажничек так берите свои вещи все что хотите кстати да это такой баг что так его не пофиксили деньги так тебе все время будут перечисляться куда бывает зависает когда ты выходишь из машины нету ни к управлению приходится полностью выходить из игры произойти тогда приходится чтобы опять можно было управлять в игре так это не совсем уже ржа ну ладненько приключаемся с вами к последней машинке на сегодняшнюю серию на сегодняшний день тусклый такой холодный так переходим к следующей машинке после обзора кстати это была не восьмерка который еще был использовал перед этой вот машинка который меня сейчас вы видите на экране то было ваз 2126 оказывается там еще был тип такой же машинки только ну кузове как бы как грузовая машинка это типа пирожок каблук называли это был уже вас 2117 как-то так если я не ошибаюсь да это у нас сейчас перед вами пятнашка вас 2115 то что видите такие фары больше или солидные не сказать что как бы грозные если нацепить брови туда будет любая машинка грозная вот я сейчас купил горячего горячего шоколада оделся теплее отдел шарфик кстати ланька машинка уже разогрелась думаю но для начала сделаем вот так вот так все я думаю она уже разогрелась достаточно холодно так поехали короче и мне кажется эта машинка самая современная которую мы купили даже лучше чем газ 24 но зависит что эта машинка мне обошлась в 150 тысяч рублей а не в 300 тысяч рублей как раз 24 мне кажется эта машинка более современная выглядит из тех которые мы купили и более современная на рычи то звучит я так понимаю с ней тоже можно встретить трогаться на четвертое думаю тоже можно на это будет слишком медленно а вот спят уже спорный вопрос допустим на моей жиге еле-еле едет с 5 к 4 можно еще трогаться но очень медленно постепенно постепенно надеюсь наш пассажирчик который нас будет ждать надеюсь на автовокзале не захочет поехать в пертуры лучше вообще-то какого-то соседнего подъезда или ну просто в серпове чтобы это было серпов то не очень большой город давайте вам сэр открой багажник сложите все что хотите ох какой вы надо же какой вы бизнесмен джентльмен позвольте я вам даже открою дверь так так сладненько садитесь сели как вам здесь комфорт не очень говорит мне очень но все таки джентльмен а вы привыкли ездить на каком на какой машине которая работала в такси говорит газ 24 это совпадение но я его не вез по лицу вот сразу видно смотрите по лицу что это другой чел да да я вам лапшу на уши не вешаю это дяденька многоуважаемый захотел в пертуры сэр а давайте я вас среди полевых где-то высажу чтобы вы мне время не занимали много я вам даже доплачу а понятно он меня послал ничего с такой машинкой мы быстро доедем до места назначения мне кажется она даже быстрее чем газ 24 но газ 24 более всего удобнее кажись надежнее металлу лучше но жрет он сколько вот эта машинка которую я сейчас еду она нормальная жрет средняя а вот та вот 2126 которую я назвал восьмеркой жрет мало всего лишь 3 литра на 100 километров даже не буду останавливаться вот так вот проеду не буду притормаживать так встречка где то есть где то есть обочина и где то есть моя зарплата которые были где то через месяц ах да забыл вам сказать что мне еще выписали премию на 5000 рублей смешно правда так смех испанца в студию нет здесь будем на вторая передача ехать вообще ничего не видно а немножко вижу обочину а с выключенными фарами наоборот почти вообще ничего не видно на все 99 процентов а сейчас все видно на девяносто восемь процентов ну еще чуть 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 на девяносто шесть и это при том что еду на второй передачи и это при том что у нас все равно все равно съезжая с пути благо ни в какой столб таблицу не врезался ой блин ээ извиняюсь я просто случайно отпустил сцепление вот ехал бы я с батей увидел как я отпускаю сцепление в таком возрасте он бы мне подзатыльник дал благодаря этому знаку типа что нужно поступиться местом то я понял что здесь уже неподалеко где то сейчас через метра три-четыре трасса ну заезд на главную дорогу а на пятой передаче вообще машинка так тихо едет вот послушайте реально прикольно если я бы ехал сейчас набрал скорость нужную для пятой передачи она бы так дико не ехала открываем багажничек а также мне нравится видите вот здесь немножко ниже под спойлером вот такой вот штучечка видите он тоже светится так как тоже как стоп-сигнал он светится ща вам продемонстрирую видите то что не видите эта штучка которая под спойлером немножко выше да она тоже светится эта машинка мне нравится даже больше чем газ 24 я бы его лучше купил до десятки даже такого не было кажись да окей я буду с вами прощаться и я сейчас поеду в серпов ланькас вот такое у нас было сегодня с вами рп рж называйте его как хотите для меня это синонимы просто подобные слова спасибо что досмотрел этот видос тебе огромный респектос и тебе подписка лайкос а я с тобой прощаюсь и говорю до свидос до свидания 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 до свид